Вся история со времен Волжской Болгарии, Татар-Монгольского Игода, Октябрьской революции и Гражданской войны на одной сценической площадке. Пять театров республики объединились и приглашают зрителей в закулисье. Такую возможность им предоставил Национальный музей Чувашии. В самом большом зале открылась выставка истории России на сценах театров. Экспозиция не случайна. 2012 год объявлен президентом Российской Федерации годом российской истории. В нашей республике он связан, к тому же, с театральными юбилеями. 90-летием со дня основания Государственного русского драматического театра и открытием 95-го юбилейного сезона в Чувашском драматическом театре. Каждому театру определенно место, и все работы должны быть исторические. То есть, какой театр по истории России мог поставить на своей сцене. Это немножко, конечно, ограничивало экспозицию, какую краску экспозицию. Тем не менее, они очень интересны. Театр всегда откликался на переживания народа. Поэтому в репертуарах в разное время появились такие постановки, как «Айдар», «Плач девушки на заре», «Нарспи», «Шевармань», «Аида». Многие постановки шли годами. Менялся строй, жизнь, мировоззрение зрителя. И, как следствие, менялось отношение к спектаклям. Яркий пример. В Чувашском драмтеатре на протяжении 24 лет с успехом шла пьеса «Кайка Ивана». Разные поколения воспринимали ее героев по-разному. Подкулачник был Игнат. Я все к тому же говорю, история. Подкулачник Игнат, а положительный герой Хведер, комсомолец. Перестройка. И вдруг, значит, плохиш этот Хведер, комсомолец, Игнат хороший, он работяга и так далее, и так далее. А спектакль все идет, все идет. На выставке можно не только познакомиться с творческой биографией театров, но и увидеть афиши и программы разных лет. Редкие документы и фотографии. Личные вещи известных театральных деятелей. Здесь даже можно увидеть знаменитые балетные пуанты Надежды Павловой, на которых красуется ее автограф. Кстати, после проведения выставки в фондах Национального музея появится много новых экспонатов. Нет, пока мы еще не решили, что мы оставим в фондах музея, потому что в самом начале надо было выбрать реквизит, костюмы. И вообще то, что интересно зрителям будет в музее смотреть, наблюдать. То, что касается истории России и то, что отражается в театрах, в национальных театрах. И, конечно же, мы выбрали наших классиков, чувашских и русских классиков. Это Петр Осипов, Айдар и русскую классику Николай Лесков, как Иван за море ходил, левша. Отдельное место на выставке занимает работа бутафора Бориса Чачева. За свою долгую карьеру Борис Федорович успел поработать практически во всех театрах республики. Уже в четвертом театре работаю. Поэтому, конечно, у меня много вещей. Всех их сюда не притащишь. И незачем, по-моему. В экспозицию попали только те элементы интерьера и реквизит, которые не занят в спектаклях. Борис Чачев давно потерял счет своим работам. Вспоминает только, что порой приходилось ночами сидеть, лишь бы успеть к сроку. К примеру, кресло с Якубовичем было сделано за трое суток. А вот над императорской короной пришлось потрудиться подольше. Зато теперь она снимается в известном историческом фильме Светланы Дружининой. О каждом экспонате можно рассказывать часами. И экскурсоводы Национального музея делают это с удовольствием. Всех, кому интересно заглянуть за кулисье и изучить историю России Чуаши в театральной интерпретации, ждут в музее вплоть до мая следующего года. Галина Титарчук, Николай Яковлев. Республика.